Приветствую друзья на моем канале. Это видео по TypeScript, по классам, интерфейсам, абстрактным классам. И это я буду рассматривать на примере. Представьте себе, есть класс, назову его jobclass. Просто какой-то класс, у которого есть метод run. Публичный метод run. Давайте я напишу, что это public. Run. Этот класс запускает какую-то логику. Говорит в начале, что у нас тут консоль лог. Я начал работу. Тут делает проверку на кетч. Если вы не знаете, что такое конструкция 3-кетч, то в принципе это в JavaScript. Можете это проверить. В случае, если какая-то ошибка попалась здесь, внутри нашего трая, то она будет отловлена и что-то выведено сюда. Work. Тут будет какая-то работа проделана. Я закончил работу. Успешно. Я получил ошибку. Плюс я. Вывод самой ошибки. У ошибки могут быть какие-то параметры, а может быть просто текст. Сама ошибка может быть строкой в виде текста. Отлично. У нас есть некоторый job. Мы его можем создать. const.job равно new.job и дальше сделать job.run и запустить это с помощью node index.js Я начал работу. Я закончил работу успешно. Тут мы сделаем throw new error new error и скажу тут, как это ошибка во время работы. Я получил ошибку. Ошибка во время работы. Как видите, все как будто продумано. Все сделано хорошо. Console.log разумеется, надо заменить на error и тут у нас будет обычный Console.log Проблема вот этой конструкции в чем? В том, что наш класс job отвечает за то, куда писать наши логи. То есть, по факту, наш класс куда-то пишет. Куда должен писать этот класс должны решить мы. То есть, разработчик этого кода должен ответить за вот это за правильное информирование нас. За сообщение о том, что работа началась, работа была выполнена либо есть какие-то проблемы с этой работой. И делегировать либо выполнить самому какой-то участок кода. Чтобы это сделать правильно нам нужно воспользоваться таким подходом как композиция. Это альтернатива наследованию. Но вот давайте посмотрим. Я хочу получить сюда надо конструктор в конструктор получить private логгер. Хочу получить логгер. Однако, что такое логгер? Это должна быть такая штука которую ну такой объект в который я могу там что-то писать. мне нужно сказать какого типа он будет. Чтобы не делать мой класс жестко привязанным например к консоли либо к чему-то еще я могу сделать это более развязанно и создать для этого интерфейс. Назову его логгер. Получится интерфейс логгер. Теперь я хочу получить логгер и это будет логгер интерфейс. Смотрите тут мне нужно сделать залогать ошибку и залогать успешное состояние. Просто информацию залогать информацию. Поэтому я в логгере то есть в интерфейсе зачем нужен интерфейс? Интерфейс в себе хранит набор свойств и методов которые должны быть реализованы кем-то кто им будет пользоваться этим логгером. Так видите тут у меня уже ругается говорит что джобу нужно создавать обязательно с вот этой вот зависимостью. Давайте сразу напишем что будет у нас в этой зависимости. я хочу сказать всем что здесь должен быть паблик инфа которая будет ничего не возвращать. Обратите внимание паблик писать не нужно потому что интерфейс всегда работает только с публичными свойствами и методами. Тут я хочу еще сделать warning и хочу здесь сделать error. в каждом этом случае я буду принимать сообщение давайте лучше полностью напишу не сторонник сокращений можно туда m написать почему бы не воспользоваться вот наш логгер уже обладает тремя методами на самом деле это интерфейс и кто его будет реализовать мы пока не знаем идем в это место пишем логгер пишем this логгер info разумеется нам нужно сказать что мы успешно закончили работу и сообщить в конце что есть ошибка каждый кто будет инжектить к себе вот этот логгер то есть просить его сюда передать должен понимать как должен работать вообще этот интерфейс то есть для чего он вообще тут создается поэтому мы должны над ним написать что используй для информации о текущих задачках задачах то есть мы должны документировать такие вещи это очень хорошо когда это делается используй когда нужно сообщить админом но не требует ручного вмешательства здесь есть error в нашем случае будет используй когда нужно исправлять вручную ручную и срочно и наверное можно убрать смотрите представьте себе что вы на бэкэнде разрабатываете некоторое приложение которое обеспечивает оплату товаров то есть отоваривает ваших клиентов они пришли в интернет магазин что-то купили а по какой-то причине там что-то ломается то есть когда они вводят платежные данные свои у них возвращается ошибка этот случай называется критический ой я хотел error написать а тут наверное критик то есть не error написать а критик вот то есть если это может остановить работу нашего сайта то это очень и очень очень плохо поэтому мы должны сообщить нашим разработчикам что берите наш логер пользуйтесь им на здоровье но только будьте осторожны вам нужно использовать эти признаки только тогда когда это действительно нужно продолжаем нам нужно сделать реализацию на вот такой логер я могу сделать обычный класс назвать его консоль логер в котором у меня будет все эти методы как мне сказать что у меня будут все эти методы мне надо сделать имплемент и тут написать логер в этом случае TypeScript меня будет заставлять реализовывать ух ты что-то такое сделал в этом случае TypeScript меня будет заставлять имплементировать все эти методы обратите внимание он их отсортировал я хочу их вернуть в ту последовательность что я начинал в случае если сюда появится новый метод в интерфейс что в принципе не должно произойти то нам сразу подсветит что этот класс должен тоже реализовать этот метод давайте реализуем это все напишу тут кину сюда Message вот таким вот образом так тут есть у нас Error и на Warning я думаю тут должно быть что-то такое Warn видите есть предупреждение теперь наш ConsoleLogger готов интерфейс полностью реализован в этом классе от этого интерфейса это очень крутой подход когда у вас описано через интерфейс теперь мы в этот job можем передать наш логер смотрите он просит интерфейс а мы передаем сюда новый класс новый объект точнее вот я создал ConsoleLogger теперь я запускаю и смотрите все работает как и работало я начал работу я закончил работу успешно раз комментирую здесь у меня там error был и тут я получил ошибку error ошибка во время работы с этим стало все понятно все здорово все замечательно представьте себе теперь ситуацию по какой-то причине вас не устраивает этот логер вы хотите каждому сообщению добавить временную метку вам теперь надо чтобы в логах хранилось время когда произошел тот или иной случай и поэтому вы можете пойти прямо сюда и тут что-то доправить а можете это сделать в классе наследники изначально пойдем в класс наследника класс назовем его date console логер extents console логер смотрите я могу взять все вот эти вот методы начну сейчас info чтобы обратиться к родителю мне нужно воспользоваться ключевым словом super super это вот имя моего класса по факту это мой прототип и я обращаюсь к своему прототипу и говорю у тебя есть метод info я хочу у него вызвать message это все очень просто если мы бы переопределяли конструктор то здесь было бы вот так вот это вот я вызываю родительский конструктор а так я вызываю родительский метод вот так бы я вызывал родительское свойство давайте создадим метод я сделаю его private буду get date message message string и тут я буду возвращать строку где буду делать new date to local string плюс пробельчик вот тут два иточия добавлю плюс message что мне теперь нужно сделать все очень просто мне нужно написать теперь this get date message передать сюда message так это я скопирую теперь я пишу warning message я уже завернул и тут error то есть critical отлично смотрите у меня готов мой date console logger опять я прошу интерфейс я не прошу не console logger не date console logger мне абсолютно все равно какой логер ко мне придет главное чтобы он имел эти методы закидываем сюда запускаем и тут написано дата с временем я начал работу я закончил работу успешно это что касается наследования классов то есть есть какой-то базовый класс есть класс наследник представьте теперь ситуацию я бы хотел пересмотреть всю свою архитектуру и сделать ее более удобной для логирования и я хочу чтобы мой логер не логал какие-то сообщения очень часто требуется чтобы ваш логер логал только сообщения уровня например critical или уровень вонин но никак не логал инфа потому что в этом случае на живом сервере сильно сильно растет количество информации записанной в логе поэтому нам надо фильтровать например в конфиге поменяли единичку на двоечку и в этом случае логи будут сыпаться только критические инфа мы не будем собирать а во время разработки снизили эту циферку и читаем полностью все что происходит сейчас на тестовом сервере там где клиент тестит потому что если клиент находит ошибку он вам скажет и вам нужно иметь хотя бы список того что произошло у вас на сайте поэтому давайте создадим для этого абстрактный класс абстрактный класс отличается от интерфейса только лишь тем что абстрактный класс может иметь уже готовую реализацию а некоторые методы он может объявить так же как это делается в интерфейсе давайте назову тут base логгер который будет имплемент с логгер смотрите мой абстрактный класс подразумевает что у меня будет все вот эти вот методы только он не будет писать консоль лог он будет иметь какой-то protected абстракт 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 метод лог который принимает месседж стринг и принимает level number допустим number пока я так оставлю и это будет возвращать будет void ничего не будет возвращать так мне говорят что сначала должно быть protected потом абстракт вот так вот так будет правильно спасибо TypeScript что подсказываешь мне все очень лаконично все очень просто то есть мы не хотим говорить что мы пользуемся консолью а мы хотим иметь вот эту функционал с левлами на верхнем уровне и мы хотим тут еще создать protected свойства protected level значение level которое будет по умолчанию равно 1 то есть наш логер будет логать например все если значение 2 то это значит уже с волнинга и выше 3 это значит только critical level будет 1 теперь мы тут что напишем мы напишем тут другой текст this log message просто передаем и тут передаем наш this level смотрите все очень предельно просто причем это относится к каждой вот этой вот строке как дальше будет реализовываться вся вот эта штука уже зависит от того кто возьмет себе этот base логер я понимаю что мой консольный логер избыточен он тут много что пишет каждый метод объявляет а я мог бы сделать это проще я говорю что я буду не имплементировать уже потому что base логер уже имплементирует логер а сделаю extends и сделаю что это base логер так у меня есть info есть critical мне они уже не нужны они реализованы в базовом методе я говорю что у меня будет protected лог метод который примет вот этот message который ничего не возвращает void null то есть этот void и здесь я просто сделаю switch level case 1 если у меня будет 1 то я буду писать console.log message и сделаю тут break таким образом я пройдусь по каждому кейсу кейс 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 3 console.log console.org console.org console.r разумеется магические цифры это не очень хорошо но ничего страшного в этом нет я говорю что мой бейс логер хочет работать только с левлом равным 2 то есть не нужно нам логать все что не связано с инфу то есть все что выше инфу то не нужно логать смотрите теперь я забыл реализовать в бейс логере проверку на левел здесь я должен сделать следующее если level this level больше нуля я умышленно не делаю тут фигурные скобки следующая строка отработает так лучше не делать в вашем коде просто для ускорения если больше единички это warning если больше двоечки или мы можем написать равно чтобы тут видеть четко единичку равно чтобы видеть четко двоечку больше равно видеть четко троечку таким образом наш бейс логер проверяет левел и будет отправлять на лог в случае если действительно левел превышает либо равен этому тут мы блокируем и теперь давайте отправимся куда в date консоль логер что нам нужно теперь тут подправить все правильно нам надо взять protected log я вот это избавлюсь от этого напишу protected log сделаю тут супер в чем суть protected суть protected в том что мы можем вызвать родительский метод и это вполне реально и ничего в этом страшного нет смотрите this getDateMessage message таким образом мой date консоль логер добавляет свой метод и тут декорирует свойства message перед тем как его отдать в родительский лог смотрим что из этого получится я начал работу так мой консоль лог я начал работу я закончил работу успешно давайте попробуем поставить циферку повыше да я тут ошибся тут надо писать меньше или равно видите как полезно иногда заниматься такими задачами чтобы было понятно заменяем теперь на двоечку ух тыж видите пустота в логе ничего не сыпется я раскомментирую эту ошибку и посмотрю будет ли у меня ошибка видите ошибка высыпалась что я хотел показать этим уроком я хотел вам показать вот тут чуть-чуть я увеличу можно так зачем у меня левая часть была открыта весь урок не понимаю первое интерфейс логер позволяет нам передавать слабо связанную инструкцию контракт в нашу джобу у вас может быть сотни мест где будут использоваться разные логеры для каждого случая жизни свой но в общем они все будут рассчитывать на то что вот этот интерфейс реализуется в одном случае это будет в базу данных сыпаться в другую это в консоль в третью где-то еще используя интерфейс мы соблюдаем солид принципы это очень круто наш класс умеет логать критиклы инфу и это все хорошо это не сильно интересно мы в него можем передать любой из этих логеров однако мы не можем передать абстрактный класс который имплементирует наш логер почему потому что абстрактные классы нельзя создавать они специально созданы для того чтобы создавать контракт с уже готовыми реализациями интерфейс не может хранить никаких первоначальных значений не может хранить тело функции если интерфейс это делает то вы скорее всего работаете с C-Sharp который извратил понятие интерфейса но это уже другая история итак тут мы реализуем некоторые базовые вещи и если мы хотим чтобы наследники что-то подправили например левел логирования то мы делаем это через protected сделав через private мы запретим наследникам что-то менять сделав через public это условно говоря будет иметь возможность поменять любой кто пользуется нашим объектом сделав protected мы позволяем нашим наследникам что-то использовать запоминаем абстрактный класс используется для предоставления базовой реализации однако инжектим мы повсюду не абстрактный класс а интерфейс так более правильно базовых классов может быть несколько на один интерфейс да и интерфейсов может быть несколько мы реализовали некоторый консоль логер который берет от базового логера он что делает он просто объявляет нужный левел и говорит куда он будет логать в консоль потому что base логер не говорит куда он будет логать он говорит как он будет управлять левлами мы его конфигурируем через protected параметры date console логер дорабатывает консоль логер до состояния чтобы можно было приписать дату получения лога и теперь давайте подправим дейт консоль логер хочет иметь левел логирования единичку тут можно написать protected можно его сделать сразу публиком увеличивать модификатор доступа не противозаконно и как видите теперь у меня сыпятся логи даже info то есть каждый наследник может решить для себя какого левла ему нужны логи и мы им уже будем пользоваться передавая его в конструктор нужной нам job так что надеюсь я этим видео уроком смог вам показать в чем выгода и в чем ну выгода интерфейса выгода абстрактного класса рекомендую использовать исключительно такую схему base логер только для предоставления базового функционала старайтесь избегать абстрактных классов вообще классов которые делаются через наследование старайтесь избегать идите в сторону композиции это более правильно так следует сейчас все используйте интерфейсы повсеместно вместо уже готовых реализаций да пребудут с вами гибкие приложения и знания TypeScript до следующих видео пока